Всем привет! Привет, дорогие друзья и гости моего канала! Сегодня у нас четверг, 10 февраля, если я не ошибаюсь, да? Так, друзья, сижу, я сделала себе, как всегда, кофе уже съела одну. Один финик, да? Финик называются они. И вязание, вязание сейчас у меня, я не всегда вяжу вечером, иногда, когда бываю днем, сейчас по ходу дела варю пацану кушать обед и делаю пару рядочков, вот сижу, наслаждаюсь, просто смотрю на свой процесс и наслаждаюсь, что он даже в таком виде, когда вот так лежит, мне предоставляет большую радость для моих глаз. Вот, глаза радуются. А идей, девчонки, идей полно. Вот смотрю на узор внутренний, посмотрите на этот узор, да, как он красиво внутри смотрится. Посмотрите, я вывернула изделие наизнанку, когда считала ряды, и мне так понравился этот узор внутри, как он смотрится. Так что, если прятать хорошо кончики и обрабатывать так, что все было аккуратно, без всяких швов, да, ну, в моем случае есть один шов здесь, то в таком случае можно изделие носить с обоих сторон. У меня шов вот на этом месте, но я его еще переделаю, я его сделаю менее заметным, так как я уже говорила в одном из влогов, что я начинала итальянский набор петель делала, и мне было тяжело при таком количестве петель замкнуть в круг, поэтому я вязала начало поворотными рядами вот этот промежуток, а потом уже, когда вязала полую резиночку, я замкнула в круг вязание. И как вы видите, у меня здесь резинка. Вот насчет резинки буду тоже думать, оставлю ли я ее, или, ну, смотря когда откроются магазины, я видела у нас резинки, есть тоже такого нежно-пудрового розового цвета, тогда я, конечно, в дену резиночку в тон, чтобы она вот так не просвечивалась. Ну, просвечивается она только тогда, когда растягивается, да, но все равно, вот, смотрите, если приблизить, да, сдалека может не видно, а когда приблизится, вот так сближены, видно все равно, что белая резинка. Так что, друзья, девочки, изделие с изнаночной стороны, вот этот узор выглядит просто шикарным, также сказка. Ой, все, уже рада буду сейчас, сегодня, наверное, довяжу рукав, потом надо будет постирать, или сначала сделаю обзор, посмотрим, надо красивые фотографии сделать, в снегу как-нибудь что-то, вот здесь что, какая-то ошибочка, что ли, наверное. Вот так вот, друзья, наслаждаюсь процессом, не всегда идет, да, у нас какая-то радость обязательно, когда изделие закончено, а именно процесс доставляет такую радость, и тем более, когда на улице вот такая красивая погода. Сегодня буду я дальше продолжать свое изделие вязать, и еще в планах у меня есть связать, начать вязать, связать образец маленький из Alize Cotton Gold Plus, посмотреть, как и что с этой пряжей, сколько петелек, там в одном сантиметре, ну, примерно, знаю, наверное, две петли, но все равно посмотрю в этот раз, чтобы прежде чем начать вязать пуловер, пацану, сыну, надо сделать примерный расчет, хотя я всегда на глаз делаю, но набираю без расчетов, но в этот раз надо будет, так как я буду регланом сверху вязать, хотелось бы попасть в точку. Помните, мы здесь гуляли, но я проходила в одном из влогов, я показывала наш парк, ну, а теперь посмотрите, это же все в снегу, это такая прелесть, солнце светит, снег лежит, и вот эта площадка, куда я сейчас иду, я отправляюсь, кстати, в магазин, и заодно прогуливаюсь, там в одном магазине с косметикой, косметический магазин, ну, там все-все такое разное, гигиенические артикулы там, я увидела, посмотрите на эту красоту, птички поют, да, слышите? Теннис на стол, здесь мы играем часто в теннис, мальчики, молодежь, а это горки, это горки для самокатов, для роликов, канаты, вот, на канатах можно спускаться, а вон совсем на заднем фоне, зеленые вот эти, да, балки, это тоже такие качели, сейчас постараюсь приблизить, если получится, не получается, рука в перчатках, в общем, да, и я в этом магазине, вчера или нет, на той неделе, когда я была, увидела такие коробки красивые, они мне сразу в глаза бросились, и я такая думаю, ой, классно было бы такое для проектов, у меня есть проектная сумочка, но когда дома вяжешь, да, изделие, вот процесс лежит, его таскаю туда-сюда, то на диван положу, если я в рабочем уголке сижу, то туда его, ну, в общем, он кочует у меня вечно туда-сюда, и я сейчас все-таки решила пойти купить себе эту коробочку, посмотрим, ой, люди, это наш парк, футбольное поле, красиво очень все, в снегу и солнце, вообще сказка, да, и, в общем, сейчас посмотрим, если остался для меня еще, там два штука оставались, один стоил по 10 евро примерно, ну, не так уж дорогие, нормально, и как раз по размеру на один процесс, и так как у меня сейчас будет белая пряжа, я буду сыну вязать пуловер, пуловер, джемпер, не знаю как, в общем, он уже будет у меня весенний, более весенний, так как пряжа все-таки полухлопок, и так как он белый, мне нужно что-то где-то его ложить, постоянно, чтобы у него было свое место, ну, не хочется пряжу, хотя я буду его потом стирать, конечно, но не хочется, чтобы он у меня завалялся и марался, белая пряжа, она маркая, да, вот так, так что беру вас с собой, друзья, в магазине не буду снимать, потому что смазка, это очень неудобно, ну, и снимать, чтоб надо спрашивать разрешение, не хочу, принесу уже домой, вам покажу все, давайте, до встречи, вот так, еще повернусь назад, а уже дорога вот туда, вот, да, в ту сторону, это уже в парк идет дорога, друзья, вот пришла я домой, распаковала, ну, и вот мы, посмотрите на эту красоту, правда же, симпатичная, симпатичная коробочка, или, как называть, контейнер, да, и заодно мне, конечно, в глаза бросились, такие красивые, стеклянные, вазочки, вазочки, или подсвечники, посмотрите, какие красивые, они как раз такого размера, для маленького, для маленького букетика тюльпанов, сейчас как раз весна, тюльпаны пойдут в ход, и я уже вторую неделю подряд, покупаю себе свежие тюльпаны, и заметила, что ваза, которая у меня есть, она слишком глубокая, и купила вот такие две, две красивые, стоят они, вот, 2,95, 2,95, извиняюсь за шум, я дома не одна, быстренько подключилась, показать вам, это для этих палочки, для ушек, и, да, вот как я уже говорила, вот такой коробчонок у меня, теперь будет для моего процесса нового, вот белые ниточки, которые будут в будущем лежать, в нем мой процесс, из ализе дивы, ой, из ализе котон, гол плюс, и как раз, такая вот глубина, хорошая, величина, удобно, будет стоять, и украшать здесь, мой стол, это такие золотистые горошки, золотистые, и такой нежно-бежевый, серый цвет, прелесть, вот на таких веревочках, стоимость, девочки, вот стоимость, 9,95, вот такая красота у меня приобрелась, а это мне дали на кассе, такие хлопья, кашка, просто gratis была, так что украшаем свои столы, свои процессы, поднимаем себе настроение, друзья, слышите, да, начали птички петь мои сразу, я говорю, как начинаю снимать, они начинают со мной вместе, разговаривать, так, ну что, вот на этом хочу и закончить свой влог, это мой стол, здесь организованный каос, можно сказать, да, ну как всегда, коробочка моя, со спицами, ой-ой-ой, даже не буду открывать, там такой бардак, надо тоже для нее отдельно, друзья, ну ладно, покажу, вот это вот мои спицы и крючки, да, это здесь ужасное состояние, лучше не буду позориться, все лежало аккуратно, постоянно скручиваю, как бы укладываю свои инструменты рабочие, но когда ищу, ищу иглу, или еще какой-нибудь крючок, то начинаю копаться здесь, и катастрофа, что, да, вот увидели, как это все выглядит, в общем, на этот случай мне обязательно нужен, также, какой-нибудь контейнер, чтобы я отделила спицы от крючков, все в руке одной рукой, и навела здесь порядок, вот здесь еще этикеточка от Ализы Дибы осталась, сейчас все потихонечку буду здесь переделывать, этикеточки храню от процессов, видите, ну да, и моя салфеточка, и заколочка, и свечечка, в общем, все, и черный хлопок, да, по ходу делу, кое-что пробую, остаточек еще от Ангоры Голд, это мне пригодится, для розовой блузки, ну, да, друзья, вот хотела с вами поделиться, показала вам, что купила, как вы думаете, симпатично, да, мне очень нравится, как выглядит, вообще люблю, не люблю сильно много, чтобы было каких-то коробочек, много чего-то, но иногда это необходимо, чтобы держать какой-то порядок, а то у меня мои процессы, они вот так, я их в руку возьму, положу на стол, но стол же он не всегда там, что-то где-то пылинка, где-то ребенок что-то оставил, там что-нибудь сладкое, или вот, а вот так всегда все будет на своем месте, спицы, рабочие инструменты, сантиметровая лента, если надо, но чисто-чисто только для одного проекта, да, тем более, если проект такой большой, как пуловер, да, на взрослого мальчика, а сюда поставлю черпанчики уже, я отнесу это в кухню потом, на этом хочу попрощаться, мои дорогие друзья, спасибо за внимание, спасибо, что провели время в моем коротком вложике, надеюсь, вам понравилось, и до следующего включения, пока-пока, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok